Это дом по улице Котовского, 13. Еще несколько лет назад его признали аварийным, но людей до сих пор не отселили. Отопления здесь нет, жильцы согреваются кто как может. У Алены четверо детей. Чтобы малыши не замерзли, включают печку и самодельный обогреватель. Я знаю, что они не имеют права. А зачем мне детей обогревать? Пускай выделят, пускай приедут, сделают ремонт. По-моему, можно помочь многодетным семьям, таким вот как я. Сделать уже печку, обогреватель, чтобы не было этих обогревателей ремонта и так далее. Рядом в квартире картина похожая. Пенсионерка греется вот такой печью, а ее соседи над духовкой сушат белье. Вот духовка, вот печка. У меня там маленькие каменчики все. А эту духовку как вы используете? Ну как, включили, там же птыны стоят. И они греют потихоньку. То есть просто для обогрева? Да. Вот говоришь, там сушите еще вещи? Ну вот, вчера мы отсушили. Бывает. Сотрудники МЧС раздали жителям листовки с инструкциями, как уберечься от пожара. И взяли с людей слово, что греться самодельными каминами и открытыми духовками они не будут. Нарушения у нас одни, которые, будем говорить, от которых происходят пожары. Это нарушение правил монтажа и эксплуатации электросети, нарушение правил эксплуатации некалиброванных плавких вставок и непосредственно электронагревательные приборы кустарного производства с это сокрытой пиралью, электропечь. С начала года из-за таких обогревателей в Мариуполе произошло более 400 пожаров. 26 человек погибли. Ростислав Шысоев, Екатерина Минаева, Панорама.